Помните историю о том, как Господь послал пророка Самуила в дом Иесея, чтобы помазать нового царя Израиля? Самуил увидел Илиава, первенца Иесея. Илиав был высоким и внешне выглядел как лидер. Самуил увидел это и сделал преждевременный вывод. Этот вывод оказался неверным. И Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. А помните историю о том, как Господь послал своего ученика Ананию благословить Савла? Репутация Савла шла впереди него. Анания слышала о том, как жестоко и неумолимо он преследовал святых. Анания это знал и сделал преждевременный вывод о том, что, наверное, ему не следует заботливо служить Савлу. Вывод оказался неверным, и Господь сказал Анании, «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилева». В чем же была проблема у Самуила и Анании в этих двух историях? Они видели своими глазами и слышали своими ушами и выносили суждения, основываясь на внешности или слухах. Когда книжники и фарисеи смотрели на женщину, взятую в прелюбодеянии, кого они видели? Развратницу, достойную смерти. А когда на нее смотрел Иисус, кого он видел? Женщину, которая временно поддалась слабости плоти, но которая могла исправиться через покаяние и его искупление. Когда люди видели сотника, чей слуга страдал параличом, кого они видели? Возможно, они видели оккупанта, чужака, которого презирали. Когда на него смотрел Иисус, кого он видел? Человека, который заботится о благополучии одного из членов своего домохозяйства. Человека, который искренне и с верой ищет Господа. Когда люди смотрели на женщину, страдавшую кровотечением, кого они видели? Нечистую женщину, изгоя, которого нужно сторониться. Когда на нее смотрел Иисус, кого он видел? Больную женщину, одинокую и отвергнутую людьми из-за обстоятельств, которые от нее не зависели. Она надеялась исцелиться и снова стать полноценным членом общества. Во всех случаях Господь видел этих людей такими, какие они есть, заботливо служил каждому из них. Нефи и его браты Аков провозгласили. Он приглашает всех прийти к нему, и он не отказывает ни белому, ни черному, ни рабу, ни свободному, ни мужчине, ни женщине. И он помнит язычников, и все одинаковы для Бога. Одно существо так же ценно в его глазах, как и другое. Давайте же и мы не позволим нашим глазам, ушам и страхам сбивать нас толку, но откроем сердца и умы, и будем заботливо служить окружающим, как это делал он. Несколько лет назад моя жена Изабель получила необычное поручение по заботливому служению. Ее попросили навещать пожилую вдову в нашем приходе. Сестру со слабым здоровьем. Одиночество приносило в ее жизнь много горя. Шторы у нее дома были задернуты. В квартире было душно. Она не хотела, чтобы ее навещали. Ясно дала понять, я ничего не могу ни для кого сделать. Ничуть не смутившись, Изабель ответила, можете. Вы сделаете нам доброе дело, если пустите нас к себе. И проявив веру, Изабель стала ее навещать. Через некоторое время этой доброй сестре провели операцию на ноге, из-за чего каждый день ей нужно было делать перевязку, а самой ей это было не под силу. День за днем Изабель ходила к ней домой, мыла ей ноги и меняла бинты. Она не замечала никакого уродства, не чувствовала тяжелого запаха. Она видела лишь прекрасную дочь Бога, нуждавшуюся в любви и нежной заботе. За все эти годы я и бесчисленное множество других людей были благословлены даром Изабель, видеть все глазами Господа. Не важно, кто вы, президент Кола или ответственные за приветствие прихожан, не важно, кто вы, король Англии или живете в хижине, не важно, говорите вы с ней на одном языке или нет, не важно, соблюдаете вы заповеди все или не все, она приготовит вам самое лучшее блюдо, поддаст его на самых лучших тарелках. Экономическое положение, цвет кожи, происхождение, национальность, степень праведности, социальный статус и все остальные признаки и ярлыки не имеют для нее никакого значения. Она видит сердцем, видит в каждом человеке дитя Бога. Президент Нельсон учил, лукавому нравятся ярлыки, потому что они разделяют нас и ограничивают наше мнение о себе и друг о друге. Как же грустно, когда мы ценим ярлыки больше, чем друг друга. Ярлыки могут привести к осуждению и враждебности. Любое оскорбление или предупреждение по отношению к другому человеку из-за национальности, расы, сексуальной ориентации, пола, образования, культуры и других значимых признаков оскорбительно для нашего Создателя. Француз – это не то, кто я есть, это то, где я родился. Белый – это не то, кто я есть, это цвет моей кожи или его отсутствие. Профессор – это не то, кто я есть, это то, чем я занимаюсь, чтобы содержать свою семью. Представители высшей власти Церкви с Кворыма 70 – это не то, кто я есть, это то, где я служу в Царстве Бога на сегодняшний день. Прежде всего, как напомнил нам президент Нельсон, я – дитя Бога, и вы тоже, равно как и все остальные люди. Я молюсь о том, чтобы мы начали еще больше ценить эту замечательную истину. Она меняет все. Может быть, мы выросли в разных культурах, может быть, у нас разный социально-экономический статус, разные обстоятельства земной жизни, включая национальность, цвет кожи, вкусовые предпочтения, политические взгляды и так далее. Это может сильно отличаться. Однако мы – дети Бога, все без исключения. У всех у нас одно и то же божественное происхождение, один и тот же безграничный потенциал, дарованный через благодать Иисуса Христа. К.С. Льюис выразил эту мысль такими словами, как поразительно жить среди богов, зная, что самый скучный, самый жалкий из тех, кого мы видим, высияет так, что сейчас мы бы этого не вынесли. Нет обычных людей. Ты никогда не разговаривал с простым смертным. Нации, культура, искусство, цивилизация – они смертны, и их жизнь для нас – как жизнь комара. Но мы шутим, работаем, женимся, пренебрегаем и эксплуатируем бессмертных. Наша семья имела привилегию пожить в разных странах и культурах. Наши дети благословлены тем, что заключили браки с представителями разных народов. Я осознал, что восстановленный Евангелие Иисуса Христа – это великий уравнитель. Когда мы поистине примем его, сей самый дух будет свидетельствовать духу нашему, что мы – дети Божьи. Эта удивительная истина делает нас свободными. И все ярлыки и отличия, которые в противном случае могли бы причинить вред нам и нашим отношениям друг с другом, просто поглощены во Христе. Вскоре становится ясно, что мы, как и все остальные люди, уже не чужие и не пришельцы, но согражданы святым и своей Богу. Недавно я услышал, как один из президентов международного прихода назвал это так же, как и старейшина Герет Гонг, принадлежностью к завету. Какая прекрасная концепция. Мы относимся к группе людей, которые пытаются поставить спасителей и свои заветы в центр своей жизни и с радостью жить по Евангелию. И поэтому, вместо того, чтобы видеть друг друга через искривленные линзы земной жизни, мы, благодаря Евангелию, возвышаем свой взор и видим друг друга сквозь безупречную, чистую, неизменную призму наших священных заветов. И таким образом мы начинаем устранять наши естественные предубеждения и предрассудки по отношению к окружающим, что, в свою очередь, помогает им свести к минимуму их предубеждения и предрассудки по отношению к нам. И это чудесный добродетельный круг. Воистину мы следуем приглашению нашего дорогого пророка. Мои дорогие братья и сестры, то, как мы относимся друг к другу, действительно имеет значение. То, как мы разговариваем с кем-то или о ком-то дома, в церкви, на работе, в переписке, действительно имеет значение. Сегодня я прошу вас взаимодействовать с другими на более высоком уровне и с большей святостью. И сейчас, в духе этого приглашения, я хотел бы добавить свое торжественное обещание к словам, которые поют наши дети из первоначального общества. «Пусть ты не ходишь так, как все, пусть равнодушно все к тебе, но только не я. Пусть ты не говоришь, как все, кто-то смеется вслед тебе, но только не я. Пойду с тобою рядом я, скажу, что я люблю тебя. Всех Иисус Христос любил, и слабым Он защитой был. Таким буду я». Я свидетельствую о том, что Тот, Кого мы называем Наш Небесный Отец, воистину Наш Отец. Он любит нас, Он близко знаком с каждым из Своих детей. Ему очень дорог каждый из нас, и мы все поистине равны перед Ним. Я свидетельствую о следующей истине. То, как мы относимся друг к другу, напрямую отражает наше понимание и благодарность за наивысшую жертву и искупление Его Сына, нашего Спасителя Иисуса Христа. Я молюсь о том, чтобы мы, подобно Ему, могли любить других, потому что это правильно, а не потому, что они делают все правильно или соответствуют нашему правильному пониманию. Во имя Иисуса Христа. Аминь.